В храме Покачей начали монтаж мозаики. Изображения ангелов и святых нанесут на 14 квадратных метров внешней стороны здания. Мастера, которые приехали из Томска, до этого трудились в храмах Коголыма, Сургута и других городов. Первые результаты их работы увидела наша съемочная группа. Вот эта обратная сторона, она не блестящая. А вот эта уже, когда наклеивается, это снимается. В руках художника-монументалиста Алексея Потемкина образцы смальты, цветного непрозрачного стекла, из которого монтируют мозаику в Покачевском храме. Мастеру идет восьмой десяток, но он легко и бесстрашно забирается на строительные леса высотой в пять этажей, чтобы сделать свою работу. Именно с его легкой руки родились изображения, которые украсит стены церкви с внешней стороны. Павел, например, лысоватый такой, Петр, он кудрявый. Ну и есть аналоги. Мы же не копируем готовые иконы. Иконописанную вещь нельзя в мозаику перевести, это будет совсем другая история. Чтобы изображение правильно воспринималось снизу, нужно учесть высоту расположения рисунка и переходы тона. В мозаичной палитре более 40 цветов. Оттенки синего, красного, золотой и другие. Над входом будет спас нерукотворный. Над ним, получается, в колокольной части, если уж так смотреть, получается, будет покрова Божьей Матери. Изображена с двух сторон ангелы, то есть по бокам. И над входами запасными будут Петр и Павел. За плечами мастеров оформление храма святой мученицы Татьяны в Когалыме, церкви в честь Георгия Победоносца в Сургуте. Это счастье для художника оставить после себя след, говорит Алексей Потемкин и называет свои творения живописью в камне. В свое время он окончил Ярославское училище, затем Московскую академию имени Строганова. Основу технологии заложили именно там. Делались картоны в натуральную величину, такие большие рисунки цветные, по которым потом идет дальнейшая работа. Снимается кальки, переводится на планшеты, набирается мозаика пинцетами и потом уже заклеивается тканью марлей. И вот разрезается это все, ячейки, делается маркировка и постепенно потом монтируется на стену согласно монтажной схеме. Преображение церкви ведется благодаря поддержке нефтяников на средства, выделенные в рамках соглашения о сотрудничестве между Лукоилом и правительством Югры. До окончания работ осталось совсем немного. Строительные леса планируют разобрать уже в начале июля. Ирина Гончарова, Михаил Адвахов, телекомпания «Ракурс», город Покачи, специально для Вести Югория. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова